Я, когда бежу, я всегда думаю о том, чтобы действительно это было полезно и не мешало моему здоровью, а наоборот помогало. И не только помогало, но и развивало. Ведь тандем точной науки плюс креативное мышление творит чудеса. Именно эта уникальная гармония, умение сочетать несочетаемое, выделяет Инессу Финслер. Вокруг неё всегда много учеников, которые с одинаковым рвением под руководством талантливого наставника не только постигают сложные миры информатики, но и в свободное летнее время посещают её творческие занятия. Стереотипы нам всегда говорят, мужчины не занимаются такими ремёслами. Однако на занятиях Инессы Игоревны разграничений нет. Это вторая жизнь, я бы сказала. Без этого, наверное, любая жизнь неполноценна, если нету какого-то увлечения. Не обязательно, чтобы оно приносило какой-то доход, оно приносит гораздо больше. Ты можешь самореализоваться, ты поднимаешь свою оценку, ты самоутверждаешься в жизни. Процесс вязания всегда мысленно переносит Инессу Финслер в счастливое детство. Именно в нём каждый из нас получает те самые радостные и удивительные моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь. Именно там хранится и уникальная семейная история о том, почему творчество сегодня присутствует в жизни этой талантливой женщины. Думая о том, как я начала вязать, я вспоминаю о том, что в моей семье оттуда, наверное, растут эти корни. Рассматривая в детстве фотографии, я видела свою маму в военное время в вязаном костюмчике. Когда я спросила, моя бабушка никогда не вязала, я спросила, откуда этот костюмчик, мне рассказали удивительную историю о том, как семья моего прадедушки во время войны приютила женщину, которая из Брестской крепости с детьми бежала, жену офицера. Мало приспособленная для жизни в деревне, женщина умела вязать. И этим, так сказать, спасла себя и свою семью, и от голода. Ну, и в принципе, вот я говорю, мне это, наверное, уже из этих рассказов детских у меня появилось такое желание именно вязать. Своё увлечение вязанием Инесса Финцлер с радостью дарит детям. Петелька за петелькой на свет появляется маленький сувенир, предмет интерьера, в которого бесспорно вложено много сил и энергии. Сначала как бы идёт по схеме, вот этот вот кружок, это идут вот воздушные петли. Дальше вот это вот, это три воздушные петли для подъёма надо. И вот три столбика с накидом делаются. Когда была в лагере, я у Инессы Игоревны попросила, чтобы она мне немножко научила вязать, но всё-таки не очень сильно научилась, и в этом году Инесса Игоревна устроила свой кружок. Сейчас для меня вязание – это часть жизни. И если я не позанимаюсь вязанием, то для меня будет день скучным. Любовь к творчеству и, в частности, к вязанию живёт в сердце Инессы Финцлер уже много лет. И, как знать, возможно, совсем скоро большой ремесленный багаж мастера станет коллекцией для масштабной экспозиции, которая сможет раскрыть её талант жителям и гостям областного центра. Продолжение следует...